всем привет это первый тест резьбы по дереву и перед началом первого теста я хотел бы да еще два слова добавить немножко рассказать о тесте то что не успел в амонсе рассказать во-первых ты значит а длине теста тест я буду максимально сжимать но сжимать буду его не очень сильно чтобы кто-то может желает поучиться посмотреть как вырезать и чтобы в дальнейшем делать какие-то заготовки для своих детей вот и поэтому максимально ну сильно сжимать и обрезать я тест не буду и соответственно тесты будут длинные потому что то работа которая буду выполнять в этом тесте в этом видеоролике она не 5 минут на не 10 минут она может быть часовая может даже дольше но сколько смогу сожму и как бы за это сильно не пинать вот и чтобы для удобства пользователя например кого интересует конкретно только эргономика в начале а значит не буду сжимать видеоролик я буду показывать как идет значит с и в самом начале видно будет первое ощущение от реза того или иного ножа то есть ощущение держания в руке это как начинается то есть первые мысли я буду высказывать самом начале и соответственно дальше уже больше будет такая молчаливая резьба вот и в конце уже по окончании теста я уже расскажу свое мнение покажу руку там мозоли есть нету как бы что получилось и как бы свои мысли по по результатам этого теста будет в конце то есть начало рабочая часть и конец вот дальше по тесту значит это первый тест то есть первый видеоролик в ролик будет вноситься возможно в дальнейшем какие-то корректировки может ракурс камеры поменяется может процесс изготовления что-то добавится что-то убавится и вот после этого ролика можно в комментах писать если что-то не понравилось пишите что что можно подправить что можно улучшить все ли нормально ненормально то есть со стороны всегда виднее и может быть какие-то интересные советы кто-то может и даст чтобы улучшить и сделать более результативными интересны данные тесты вот и третье последнее что я хочу еще по этому тесту сказать этот какой бы он не был бы интересные он основывается на моих личных ощущениях от того или иного ножа и это никакой мере не будет говорить это данная модель или там какая-то модель ножа она плохая или хорошая это все равно это мое личное мнение кому-то каждого свое как говорится геометрия физиологе этом руки каждому tune нож у кого-то рука большая кто то маленькая и соответственно это будет мое мнение но я постараюсь максимально обьяктивно максимально непредвзято рассказать о всех ножах эсеты тесты как говорится будут иметь продолжение если они будут интересные буду максимально как говорится не предвзято относиться к тесту и Рассказывать о том или ином ноже Будь то любимчик или нелюбимчик То есть буду говорить только об ощущениях Ну вот эти два слова О тесте перед началом И значит на тесте У нас как я и обещал Кершо фри фол Резать я буду такие вот досочки Ну в плане у меня порезать Из двух досок, то есть две такие доски Если рука умрет раньше времени Значит будет резать некомфортно Неудобно, то есть или нож сядет Или ощущения какие-то нехорошие Соответственно тест закончится раньше Если все будет комфортно и желание будет работать дальше Может быть и третью досочку порежем Резать я буду в основном ножики Может пистолеты То есть какие-то поделки, скажем так Игрушки из этой деревях Дерево Породу не берусь говорить Но достаточно плотная древесина Она старая Старая в каком смысле бушная То есть она из поддонов Имеет такие вот пятна Грязь Это куски земли Которые будут также влиять на Немножко заточку будем смотреть И как бы сталь Как ведет себя То есть режущая кромка Вот И вот Теперь начнем Для начала К каждому тесту я подхожу Как говорится с нуля И для начала нарисую Что я там попытаюсь вырезать Все будет спонтанно Все будет Происходить по ходу На древесине могут быть сучки То есть это не специально подготовленная древесина Здесь могут быть Трещины Вот здесь трещина идет Сучки Какие-то там Дырки от гвозди Ржавчина Надеюсь сами гвозди здесь не попадутся Не хотелось бы нарваться на гвоздик В результате Проведения теста Ну вот такой вот момент Вот И исходя из этого момента Можно будет Что-то дорезать Сначала надо нам сочинить что-нибудь А дальше мы его и вырежем Какие-то супер крутые вещи Я не буду резать Естественно Резаться будет Что-то простое Что-то Наспех сделанное Придуманное Но стараться буду Максимально Какие-то Детали мелкие Вырезать Пробовать Чтобы можно было Максимально Открыть возможности Ножа Посмотреть На что он способен Для начала Наверное Мы сделаем Какой-нибудь Вот такой вот нож Вот с такой вот Ручкой Вот Ну походу Естественно Все поменяется И в итоге Посмотрим Что получится Так Ну вперед Погнали Работаю без перчаток Чтобы было Больнее Нож Забыл показать Остроту И еще скажу По ножам По заточке Специально Не буду затачивать До идеальной Остроты ножи Потому что Как бы Максимально Цель теста Максимально Приблизится К жизненной ситуации То есть у многих В кармане Немножко Скажем так Затупленный нож Наверное бывает В идеальном состоянии Ножи не носят После любой работы Где-то ножик садится Наверное И вот такая вот Заточка Когда нож будет Просто перерезать Лист Этого уже Я считаю Достаточно То есть это Достаточная заточка Для того чтобы Начать тест А здесь меня Слышно Потому что На улице Ветер Долго Выбирал Погоду Стояла Сильная Жара 30 с лишним Градусов Сейчас Немножко Тучи Над головой Тест Не будет Прерываться Вернее Не должен Прерываться Ни погода Ничем Так как Рука Должна Максимально Нагрузиться Чтобы понять На что Способен Ножик Деревесина Режется Классно По камере Видно Наверное Попадает Все Это скорее всего Береза Древесина Достаточно Жесткая Надеюсь Я буду Постоянно Попадать В кадр Вернее Не выпадать Из кадра Потому что Я больше Буду смотреть За работой Ножа За изготовлением И может Где-то Я могу Пропасть Из кадра Да это Тоже Сильно Не пинать Почти Батонинг Батонинг Ну, первое ощущение, конечно, нож режет классно Сидит в руке неплохо Может быть, чуть-чуть не хватает ножу толщины Вот, из-за этого Рука уже сразу начинает Как бы напрягаться, чуть-чуть уставать Но колющих в ладонь Причиняющих боль Ощущений Каких-то элементов острых Пока ничего нету, клипса вообще не чувствуется Вот Нож FreeFall, сталь 8, хром 13, му-ви На тесте Стараться буду резать быстро Чтобы не затягивалось видео, потому что Обрезать и сам процесс работы Я не буду обрезать, удалять Так что все, что я делаю, будет Видно на камеру Из-за этого режем быстро Но то, как быстро будет резаться, соответственно Зависит Все равно от ножа Здесь мы уже Посмотрим, на что способен ножик Особенно срезание по дереву Или реза по дереву Или резьбы по дереву Это волокна у древесины есть Вот, и когда попадаешь Против волокна Или по волокнам Бывает тяжело резать Нож может сильно уходить В древесину Или наоборот Выталкиваться из древесины То есть не брать ничего Из-за этого надо этот момент У каждого материала Когда вы его режете Есть своя особенность При силовом хвате Конечно, давление За счет того, что тонкий нож Идет давление в внутреннюю часть Ладонь забыл показать Перед началом теста Так как это тоже Очень важно Вот, можно уже наблюдать Две красные полосы Которые появились Из-за того, что Рукоятка немного тонкая Миниатюрная, скажем так Но все равно комфортно Удобно Время тоже 15.08 Ну, наверное, мы начали в 15.00 Для интереса Будем за временем тоже наблюдать Главное, чтобы аккумулятор не подвел Я сам, честно сказать Не знаю, насколько затянется этот тест Знаю только, что он будет не короткий Надеюсь, видно Как я и говорил, что Плюс этого теста То, что вы работаете под разным углом Крутите, вертите нож Так как При обычном строгане древесины Вы никогда не будете крутить То есть, нож отрабатывает По полной программе И я считаю, это Просто отличный тест Для того, чтобы оценить эргономику А параллельно и Другие свойства ножа Как можно видеть Режется все очень легко Хорошо идет пока все Особо дискомфорта нету Обычные, такие штатные Скажем так, нагрузки на руку Которые, я думаю Будут У любого ножа Ну, основной контур вырезается На самом деле быстро Не сложно его вырезать Вот мы вырезаем контуры Того ножа, который я здесь накидал А вот дальнейшие детали Как бы вот это все Вырезание, вывод Больстер, пальцевая выемка Это все уже Будет занимать больше времени И денег Видно, видно, не видно, видно Можно видеть, куда давит нож Где идет основная нагрузка Пока я режу доску В любой момент, естественно Я могу порезаться Что угодно может быть Так что В этом тесте может быть все До этого я пытался Начиная тест Взял сосну И сосна просто Резалась очень легко И пришлось Поискать именно такую доску Которая бы и тяжело резалась И в то же время Нужно было что-нибудь интересное вырезать Это, на мой взгляд Оптимальный вариант Уже видно такие как бы Микросинячки Особенность этого ножа Я не знаю, чем это сейчас объяснить Вот, скорее всего Тем, что у меня рука большая И нож, рукоятка маленькая Получается в итоге Вот так вот держать Мне неудобно Получается у меня В руке получается Где-то 3 Четверти, наверное, рукоятки И Я замечаю, что я при работе Закидываю палец Чуть ближе к клинку И работаю вот таким вот образом Вот так мне работать удобнее Получается Так что такой момент есть Рукоятка на фоне остального клинка За счет того, что у нас есть Подпальцевый упор Чуть-чуть смещается Все это дело назад И Силовая работа не очень удобна Вот Такой момент Есть Вот Вот так вот мне удобно держать его Палец сюда смысла нету ставить Как-то не идет палец сюда На некоторых ножах хочется поставить Чтобы давить Но здесь клинок у нас на самом деле Не маленький Когда работаешь вот так То можно поставить А когда вот так идет работа Уже смысла нету За счет того, что короткий клинок И здесь достаточно узко у нас Вот Палец не просится на клинок Выпадает, по-моему, чуть с кадра Сейчас мы чуть-чуть вот так откорректируем Это Палец Ну, в целом, нож очень комфортный Как я и ожидал, эргономика здесь довольно-таки неплохая Резать удобно Вот какой объем можно с этим ножом порезать, пока, конечно, тяжело сказать На что способна сталь, тоже пока неизвестно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта канитель, конечно, неудобна здесь Попробуем избавиться от нее Лучше было, конечно, оставить так, как есть Но сейчас мы запланировали ее вырезать Будем вырезать Здесь, помимо этой руки, еще напрягается и вот эта, которая держит нож Палку эту, вернее, и крутит ее То есть усилия идут двух рук, так что работает не одна рука Такую активную работу клинком Танта Это я выполняю первый раз И мне само интересно в итоге, что получится, удобно ли работать или нет Потому что всегда возникает у меня вопрос Что такое Танта? Удобная, неудобная вещь? Для чего все он нужен? Вот обычной работе как раз Можно будет взглянуть, что это такое Не знаю, камера видна будет или нет Насколько плотная древесина Она как будто бы даже лакированная Когда как бы ровный срез идет То есть вот эта древесина идеальна просто для таких тестов На сосне прям видно, бывает, рыхлые, как бы Прожилки они такие рыхловатые Волокна видны, бывает все А здесь прям плотная такая структура У меня, конечно, есть бук и дуб Но ни буком, ни дубом я не смогу так в руках вырезать Потому что это не дерево, а камень просто Сопоставим, наверное, по плотности с металлом Дуб и бук И вот береза и осина Это идеальный материал Для ручной резьбы Все Получается что-то страшное Попытаемся в конце это все дело приукрасить Надо будет штрихов поделать Как-нибудь вот так, наверное, надо Попытаемся в конце это все Попытаемся в конце это все Вернем эскурса Вернем эскурса Пройдем Б illumin Вернем Снемер Попытаемся в конце Попытаемся в конце это все Справа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть такой момент еще здесь с этим ножом Не хватает длины клинка, чтобы, например, упереться где-то здесь И сверху поработать чуть-чуть не хватает нашей длины Но для такого маленького размера это просто отличная эргономика, отличный нож Работать вообще удобно неожиданно, но, как говорится, предполагал, но сомнения все-таки были А сейчас вообще, конечно, я восхищен этим ножом Вот так вот 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 так 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 вот Продолжение следует... 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 Плюс, потому что нож на самом деле очень маленький, и для карманного ножа просто находка и идеальный нож. Я порезал прилично уже деревьях другими ножами, и вот этот нож, который я просто ничего не резал, потому что этот нож, как я купил на третий день, сломался у него ассист, и я больше, наверное, месяца, даже, может, два месяца ждал, пока приедет ассист. Обстоятельства не позволяли, переезд и все такое, приходилось переносить адрес, и из-за этого как бы долго все это тянулось. Но сейчас, порезав я, скажем так, ну, ожидал такого уверенного и удобного реза, но, как говорится, подтвердилось. Сомнения были, но подтвердилось. Постали, сначала по ладони тоже покажу, ладонь чуть-чуть отошла, потому что я сделал небольшой перекур, и здесь уже видно, что и где у меня напряглось. То есть основная нагрузка, конечно, шла вот сюда, вот здесь видны покраснения, остались какие-то следы, может быть, такие постели, но ничего летального нет, кожа не набухла, не стерлась, это старый какой-то мизин, этот из старого остатки, но сюда как-то что-то тоже потерло, но особо нагрузки не было. Вот вся нагрузка шла сюда, это все из-за того, что клинок у нас, рукоятка у нас тоненькая, вот, и силовая работа, держа вот так, конечно, сильно давит на вот это вот место между пальцами, из-за этого приходилось перехватывать, чтобы нагрузка распределялась больше внутреннюю часть, как бы больше по ладони. Вот, в остальном ладонь чувствует себя комфортно, устала за счет того, что, опять-таки, рукоятка маленькая, сам нож тоже маленький, и приходилось его как бы, ну, пальцы почти полностью смыкаются. Вот, и это, я бы не сказал, что это минус, так как вы его носите каждый день с собой в кармане, это, наверное, покрывает тот минус, который, о котором я говорю сейчас, то есть приходится жертвовать, или нож тонкий, удобный он носить в кармане, или он толстый, и им удобно резать одно из двух. Сталь, 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 имеет вот такие вот коцинки, есть достаточно большие сколы, попытаюсь показать на камеру, надеюсь, видно. Вот здесь у нас по всей, вот именно вот в этом месте сильные сколы, я думаю, этим местом нож нарвался, на доске были куски песка, скорее всего, земли, вот, и именно этим местом он как-то поработал по песку, и серьезно покрошился. Вот, но это дело поправимое, я думаю, любой другой нож, тоже нарвавшись на куски песка, тоже попортится, может, не так сильно, но здесь у нас дешевая сталь, 8-хром-13МОВИ, и, в принципе, точится легко, поправить это дело можно. Неприятно, конечно, но и сдержки этого теста, это вот это вот. Вот, и на пассажок посмотрим по остроте остаточной, если нам даст ветер порезать. Режет, в принципе, там, где нету сколу, отлично, вот, а там, где есть сколы, конечно, нож начинает зафинаться, вот, там втыкается, вот они, сколы, но заточку не потерял, при том, что сталь, скажем так, не порошковая, обычная простая сталь, вот, закалка, я думаю, тоже, значит, неплохая, но о стале, в принципе, ничего говорить не буду, потому что это тест направлен на эргономику, и нарез форму эргономику клинка и эргономику рукояти. Вот, ну что, пять с плюсом этому ножу, справился на ура. Вот, ну, на этом, наверное, тест закончен. Вот, это был первый тест, если есть какие-то косички, там, выпадание из кадра, заранее, пардон, если есть какие-то пожелания, рекомендации, что-то можно внести, откорректировать, добавить, убавить, тоже можно говорить в комментах, добавлять, посмотрим, что-то, может, и сменим. Вот, и, я думаю, одного ножа было достаточно, так как древесина оказалась крепкая, и, в принципе, показало, на что способен нож, я ощутил в полной мере, и дальше просто было бы резина, то есть, я делал бы то же самое, рука уставала бы чуть больше, и болело бы абсолютно то же самое, то есть, другие места не добавились бы, не подключилось бы, ничего другого, было бы то же самое, только дольше, и все такое. Вот, ну все, на этом спасибо, надеюсь, было интересно, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!